Пулеметы. Часть 2. Фанктенк плюс модель пулемета. Шаг 1. Приготовьте подобную изготовку из Фанктенк и Триггер Малтипл. Все почти как в прошлом уроке. Шаг 2. Добавьте пробдонаймик и дайте ему имя. Далее выберите пулемет Альянса или свою модель. Шаг 3. Редактируем Фанктенк. Первым делом заходим во Флекс и выбираем Aiming Assistance и NPC Controllable. Это позволяет персонажам игры стрелять из пулемета. Открываем свойства Фанктенк и в графе Parent указываем модель пулемета. Если вы хотите, чтобы NPC стреляли из орудия, нужно указать точку контакта. Это может быть обычный инфо-таргет внутри Триггер Малтипл. Теперь вам нужно сделать следующее. С помощью GCF Escape открыть архив AppOnePackD в папке первого эпизода и извлечь из папки Models Props Combine. После чего запускаем Model Viewer и открываем модель с танкового пулемета Альянса. Переходим ко вкладке Attachments. И вот мы видим несколько костей, которым можно применять парень команды, к чему можно приклеивать другие энтити на карте. Aim Rotation копируем и в свойствах Фанктенк в Gun Base Attachment вставляем. Таким образом мы укажем точку, соединяющую Фанктенк и модель. Barrel Attachment. Снова смотрим на модель и копируем Muzzle. Это будет точка вылета пуль. Dula. YoPose и YoPitch переменные. Сообщают об изначальном положении в градусах по горизонтали и вертикали. А вот и Post Param. Здесь нужно указать Aim Yo и Aim Pitch. Что это такое? Допустимые углы поворота модели. Вот они. В принципе, это все. В третьей части видео мы рассмотрим еще один способ создания стреляющего орудия. Buen Suerte.